Василий Иосифович Сталин завершил свой земной путь в 1962 году в Казани. И это может показаться неожиданным. До 2020 года его тело находилось именно в этом городе. Начать предлагаю с того, как Василий Сталин оказался в главном городе российских советских татар. Василий Сталин после войны остался в авиации, деятельно занимался ею. Подробности опущу, потому что в целом, пока отец был жив, у нашего героя дела шли неплохо. Большие проблемы начались в 1952 году. В том году Василий Сталин пришёл в состояние опьянения на правительственный приём. Там у него случился конфликт с маршалом авиации Жигаревым. Степан Анастасович Микоян в «Мы дети войны» и «Воспоминания военного лётчика-испытателя» не прошёл мимо этой темы. Он вспомнил, что 1 мая 1952 года потерпели крушение два бомбардировщика Ил-28. Всё это Иосиф Сталин записал насчёт сына. Василия, по сути, убрали из авиации. Он был зачислен слушателем в Академию Ворошилова, но рвение к учёбе не проявлял. Но это всё ещё были цветочки. Всё же при живом отце Василий чувствовал себя нормально. Когда же Иосиф Виссарионович ушёл, тогда начались неприятности. Булганин, занимавший тогда пост министра обороны, вызвал к себе Василия Сталина и приказал ему уехать из Москвы. Предложение было неплохое, но генерал-лейтенант не стал подчиняться. Во-первых, в Москве ему нравилось. Во-вторых, видимо, уже тогда у сына Сталина были серьёзные проблемы с алкоголем. 28 апреля 1953 года Василия Иосифовича арестовали, обвинили во всех грехах. Сталин не сопротивлялся, дал признательные показания по всем моментам. В итоге получил 8 лет за антисоветскую пропаганду и злоупотребление служебным положением. Доказание было ещё далеко. Василия Сталина отправили во Владимирский Централ, тот самый, про который пел Михаил Круг. Там сына Иосифа Виссарионовича содержали под именем Василий Павлович Васильев. Заключённый попросился механиком на хоздвор. Одна из жён, сложно сказать, какая именно, привезла два чемодана с инструментом. В тюрьме ничего подобного не было. Между тем, как пишет Колесник в статье «Взлёт и падение Василия Сталина», сын Иосифа Виссарионовича во Владимирском Централе серьёзно подорвал здоровье. Сталин много раз обращался к новым лидерам страны, но они как раз занимались развенчиванием культа личности Сталина. Поэтому на письма не отвечали. Впрочем, в 1960 году Василия досрочно освободили. Он отправился в любимую Москву. Там Сталин якобы попал в аварию. Стукнул машину дипломата иностранного посольства. Потом Василий Иосифович был замечен в посольстве КНР, где он якобы клеветал против советской власти. Сталина арестовали и отправили в Лефортово. В 1961 году Василия Сталина сослали в Казань, просто потому, что в этот город не пускали иностранцев. Кстати, сыну Кобы запретили носить фамилию отца, тот самый псевдоним, который помнят даже на Западе. Речь идёт про Сталин. В том же году Василий получил паспорт, где был записан как Джугашвили. В Казани Василий Иосифович женился на Шевергиной, о чём пишет непомнящий в одной из своих книг. Но счастье было недолгим. Василий Джугашвили продолжал пить. В 1962 году врачи констатировали его смерть. Причиной стало алкогольное отравление. Это официальная версия. Но, думаю, её можно ставить под сомнение. Тело захоронили в Арском кладбище в Казани. Хрущёв не дал распоряжения на похороны в Москве. Никита Сергеевич мечтал о власти и ненавидел Сталина. В итоге отыгрался даже на сыне Иосифа Виссарионовича. Можно понять. Но чисто по-человечески я бы осудил. Василий Сталин никак не отвечал за отца. И даже был с ним в контрах в какое-то время. В 2020 году останки нашего героя перевезли в Москву. Говорят, что по инициативе Сергея Иванова. Захоронен теперь Василий Иосифович Сталин, Джугашвили, на Троекуровском кладбище, рядом с женой Марией Игнатьевой. Можно говорить о том, что справедливость восторжествовала. В своё время Никита Хрущёв развенчивал культ личности Сталина как мог, но и сам стал правителем не без изъянов. Конечно, о политике Хрущёва можно спорить, но я не буду. Считаю только, что Василия Сталина зря он притеснял. Причём же уже и после того, как сын Иосифа ушёл вслед за отцом. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok